Привет, дорогие друзья! Вы на канале Андрей Ретрейсинг. Привет, дорогие друзья! Вы нашли на канал Андрей Ретрейсинг. Здесь я хочу вам сейчас показать одну будочку, которая состоялась в компетенции на Сузуко. Пару дней максимум. Еду я там 2 и 1. Ой, вы посмотрите, какие тормоза, как я прогреваю резину, чтобы она не стала в давлении. Вообще классно все смотрится. Итак, я вводился на второе место из участников, из 5 участников. Но 4 из них едут очень достойно, кроме Феррари, конечно, в котором он задеет. Едет Лексус, я, Макларен и еще одна дорога. И едут достойно. Вы видели, какие огни у Макларена? И мы уже подъезжаемся в построение. И я хочу вам так чуть-чуть рассказать то, что и были моменты, а, в нотке, какой я пришел. Что я, как я сделал правильно, что неправильно. Где я накосячил, где нет. Ну, давайте посмотрим. Мы уже подтягиваемся к старту. Уже началось построение. Лексус, конечно, уже хорошо едет. Хочешь, чтобы быстрее не было. Но я не собираюсь складывать. И хочу попробовать тестированный бой. Вот мы устраиваемся. А ВВ еще нет даже. Видимо, она в боксе. Мы подтягиваем стартовой прямой. Это форум. И у нас старт. Старт модельный, естественно, одинаково. Идем в бок оба. Заходим в первый за поворот. Тоже в бок оба. Я на внешке. Чуть прижимаюсь к внутренней части. Но мне приходится Лексус пропустить. Потому что мы там вдвоем вообще не поместились. Я как бы еду. Все отлично. Все нормально. Не торможу где-то. Не стараюсь давить на Лексус. Но пришел маленький казус. Лексус открыл на дырочку. И я показался. Или набил. Но. Он берет. И заужает траекторию. Я не знаю, как это их расценить. Я виноват или Лексус у него? Ну, мне кажется, их копают. Мне не надо было лезть туда. Флот на повороте. А ему не надо было заужить траекторию. Но все равно. Если он подъедет ко мне в гонки поближе. То я ему отдам вместо. Мне теперь нужно догнать Макларен и Феррари. Здесь у меня огромная шипка. Я подожди на поезд на тормозе. Но, соответственно, сразу Феррари. Макларен включали вперед. Как вы видите, Лексус даже не видно. Он только с поворотами живет. Я заметил одну фишку. Пришло у Феррари. А в Т-30ТР нажимает на тормоз. И это для меня было плюсом. Я нахожу. Почтишку с открытым газом. А он нажимает на тормоз. И его сразу так будет. И, конечно же, я хочу подготовить этапы на выходе. Он вместе выходит. Я попадаю в его скрипстрим. Начинаю догонять. И вот мы по боку идем. Я на позднем торможении просто прохожу его. Мне показалось, что это было даже очень легко. Но он просто не успел закрыть внутреннюю часть. Если бы он переместился вправо, то мне его было бы труднее обогнать. Мне кажется, что там сидел не настолько сильный пилот. Теперь мне надо догнать Макларен. Который уже убегает от меня. У Т-30ТР Макларен то же самое. Берет и тормозит. Нажимает на тормоз. И это у меня транс его догнать. И я сразу сокращаю 10 секунд. Сразу. Плюс выход. Я нажимаю на газ. У меня начинает снос. Я потерял весь выход. Но я не расстраиваюсь. Потому что я держусь уже чуть меньше секунды от него. Пипстрим работает. И в принципе я быстрее на этой трассе чем он. И его сносит. Если посмотреть на него. У него тоже и бывает снос. У него тоже и бывает снос. Это просто агрессия в сетап. Чуть-чуть переделан. По амортизаторам. И по развалу исправлениям. Здесь Макларен ошибается. Я сразу же стараюсь нырнуть. Но не на полчайных нагрузках. Я тоже не могу задать. Здесь я стараюсь дать пошире. Чтобы выйти по уровню. Чтобы выйти у меня в цели. Постараться дать. А также у меня тут сносность. Но все это наш спор. Посмотрите какие близкие. Я прям очень бескоятный. Отличная для бизнеса. Чуть раньше я тормозилась. А вторая ночная. Здесь я так же в принципе начинаю догонять меня. Там очень страшно. Здесь Макларен берет. Нажимает на тормоз. Я только забыл. И меня немножко выносит. А Макларен ошибается. Тоже и я. Вот выход. Выход у нас получился отличный. Макларен не кроется. Он понимает что я атаковать не буду. Я не успею доехать до него. Я так же в寺ах не думал. Наверх как единственный прокат. Т intersected eagerly и раньше. Он вспом would last time and rip somewhere. Повторяю бабушку. И по краеторию стараюсь ехать Когда едешь по краеторию и без небольшого количества ошибок Ты сразу же догонять начинаешь Ой, какие амжелиные параны И вот я уже здесь, опять на задний сверху Я прям начинаю атаковать Хороший выход в его боях У меня чуть-чуть маленький снос был Для меня идти Но у меня это уже помешало Смотрите, я насколько быстрее Как ее разумеет Сейчас мы подходим в прямой Смотала ранее немножко сноска Это был мой шанс И я начинаю уже все Я готов к атаке И хочу занять нынешнее условие Ну, Маклара понимает это И начинает меня охреть И он перекрыл меня Он взял и меня это перекрыло И пришлось к шишке тормозить И вы заметите, что сзади подъезжает лексус Сзади подъезжает лексус Оба уже очень действия Я понимаю, что мне надо отдать позицию Потому что я его выбрал И мне хочется отдать позицию так, чтобы не выпустить пара Я решаю пропустить Включаю поворот И теперь хочу повисеть на его заднице Чтобы Просто догнали Маклара А потом уже заборолись в трое Смотрите, я нажимаю спокойный тормоз И никуда не спешу Отпускаю его Отпускаю его Чтобы нельзя потихнуть В нынешний Но Лексус на этих полу Чешет ногу Не надо Чтобы Прямо Нашенький Признаю Что Лексус Выносит Навнешку Сюда Лексус Шпичке Это мне помогает Подъехать Какая Чешет Лексус Что Огонь Лексус 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 Понимаю, что если в стриме легче, тем быстрее его, может быть он давлением перепутал, может быть он топливо накачал, и здесь он тоже нажимает на тормоз, и мне пришлось его столкнуть, потому что я не ожидал, что он нажимал здесь только, и мы конечно же столкнулись, я его чуть-чуть зацепил в банк, но он решает, да, ну и вон нафиг. Я не ожидал, я был на его заднице, он должен был поменять, лучше бы он вылетал, но прошел бы без тормоза, ладно, давайте переключимся на тот момент, когда я уже догоню Лельсу, ой, БМВ. Прошло кругов пять, я догнал БМВ, и мы с БМВ в принципе догнали уже на парах. БМВ. БМВ нас разделяет, вот, да, какие-то две секунды, вот, дела. Боевой хорошо, едет. Ну, я бутылочки себя неплохо показал, но я прям достойно проехал эту гонку и показал то, на что я способен и в борьбе, и в атаке, и в защите. Ну, я считаю, что для меня, как я недавно играю в высококорсов, для меня прям очень хорошо. И вот, пожалуй, БМВ здесь, в Макларен, тоже здесь ошибся на торможении немножко. Но, ну, нет, я не хочу пока мне это поделать. Смотрите, как БМВ уже нададится, Макларен, а не больше, что такое. И мне опять же... БМВ, а также не ожидается, что Макларен будет тормозить в секрет-стер. Посмотрите. И его сразу же выносят. А я на полный газ прошел. И тут же так, на позднее торможение еще. БМВ подготовила выход. И я тут хочу. И в стриме, все в стриме. БМВ начинает атаку. Я за БМВ. Потом понимаю, что легче, что Макларен внутри, и остановлюсь за Маклареном. БМВ выносит. Я наблюдаю за всей картиной. И здесь я решил нажать на газ пораньше, и меня занесло. И я подъехал копать картошку. Но здесь БМВ заносит другую. Она просто реально перенервничала. Она догнала всех, и она перенервничала. И просто сама себя убила. И у нас началась борьба с Маклареном. Маклареном. Может быть, я быстрее... Может быть, у него что-то там с резиной. Может быть, что-то. Но он держался достойно. Мне понравилось с ним бороться. Он хорошо показывал себя в гонке. Но, мне кажется, у него уже с резиной была проблема. Потому что Макларен не славится. А долго живут из своей резины. И, в принципе, я уже подъехал почти что на атаку. Готовлю свой выход напрямую, чтобы атаковать. Но здесь Макларен ошибается. И у меня есть дырка. Я нажимаю раньше на газ, и меня начинает выносить на Макларен. И прямо я задеваю ее. Вот так я получил свою первую позицию. И... В первом я завершил гоночку. А Макларен, если на него посмотреть, он тормозил в повороте перед 130R. Но потом увидел то, что мы не тормозим. И мы догоняем его, например, в этих поворотах. Повороте 130R. Он после этого перестал нажимать на тормоз. И просто на отпущенной газе поворачивал. И оно у него смело заворачивало. И он стопудово себе секунду поимел с этого поворота. Также Макларен держался позади меня. Иногда догонял. Иногда... Как бы... Отъезжал. Вот в таких поворотах. Но... У меня начались дикие сносы в задние 7. Я не мог в степи ничего поделать. Я и поставил трекшн на четверку. Но все равно... Снос за сносом. Снос за сносом. С каждым поворотом. Я старался держаться. Ну, Макларен тоже, смотри, он даже начинает атаковать. Ну, мне нравится вид картинка. Какая очень симпатичная. Красивая, яркая, сочная картиночка. Но когда машина в борьбе и это на протяжении 30 минут, то это достойно лайка и уважение. Так что... Я вам тоже хочу не то, чтобы советовать, а сказать, что... Ребят, боритесь. Воюйте. Гоняйтесь. Только аккуратно. Без всяких там фейлов. Учитывая то, что у меня было 2 фейл-кру. На этой карте, в этой гонке. Но при этом... Я сейчас бы добился лидерства. И не дал Макларену себя обогнать. И занял первое место. Еще минут 10 у гонки осталось. И так же, как Макларен держался, так же он и будет держаться. Ничего не изменится по ходу гонки. Это я уже моргаю, праздную, в принципе, победу. Я знаю, что все закончится вот-вот. Мы перешли, в принципе, на последний круг. Хочу показать то, что я в лидерстве. А Кларен сзади. Он хочет что-то сделать, но... Ему тоже уже не позволяет резина. Так же, как и мне. Вот у меня тут же газ нажимает сразу сносит. Таким ничего не поделаешь. 30 минут гонки. Все сразу не жалели резину, а нажимали на газ и давили в каждом повороте. Резко в 130-е, чтобы по-быстрете прошел. Но ничего не случилось еще сегодня. Я здесь, и самое главное, не принять. Потому что у меня даже здесь с каждым сносом. Но все равно я заканчиваю гонку. Макларен тоже, видимо, радуется то, что хорошо гонка прошла и... Кайфово. Ну что, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачных гонок. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok